17 декабря 2020 года. Здравствуйте, дорогие друзья! Не удивляйтесь, что я называю вчерашнее число. Сегодня, в четверг, мы с Саидом Аттуном, нашим бессменным водителем, отправились в пустыню, в лавру Святого Савы Освященного, для того, чтобы поснимать вам, что делается там. Почему именно сегодня? Да потому что 18 декабря весь православный мир отмечает День Святого Савы. У нас в Палестине это очень большой праздник. И, конечно, в былые времена все, без исключения мужчины православные и, конечно же, и местные паломники, все ехали в Святого Саву для того, чтобы там помолиться на ночном богослужении большом. Оно идет всю ночь с 10 вечера до 6 утра. И это особый день, когда Иерусалим, можно сказать, перебирается в иудийскую пустыню. Ну а женщины старались в этот день просто навестить монастырь в Саву. Женщин внутрь не пускают. Это очень строгий монастырь, где живут настоящие подвижники. И обо всем этом я вам сегодня расскажу. Дай Бог нам только доехать, добраться, и мы с вами все узнаем и увидим, как готовятся к празднику наши монахи-саваиды и православные арабы. И вот сегодня, 17 декабря 2020 года. В Лавру Сава Священного можно попасть разными путями, но самая распространенная, общеизвестная дорога – это вот эта, через восточный Бейтсахурский чекпост. То есть мы не будем въезжать в сам город Вифлеем и проезжать через него, как обычно делаем с паломниками, а попадем сразу на восток, в восточную часть Вифлеема, в деревню Абидия, и через нее уже поедем в Лавру Святого Савы. За рулем, как я уже сказала, Саид, и давайте дадим ему слово. Вот, друзья, это Саид Аттун, наш бессменный водитель, с которым мы сколесили всю страну. Все паломники Радонежа его прекрасно знают. Это настоящий был папа нашей группы всегда, заботливый, терпеливый, трудолюбивый. Да, это 12 часов вечера, 14 часов вечера. Закук для педали, Саид? Да, мы попросим, которые покажут педали педали, мы приходим к ним. Мы получаем педали, 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 педали. Ты в связи с нами, через WhatsApp, через интернет? Да, все педали, что мы в связи с этим, пока сегодня. Вуала, очень замечательно. Вы можете сказать что сейчас, все, понимаем? Мы надеемся, что все будет в порядке, и уничтожить этот коронавирус. И мы надеемся, что все будет от нас, и уничтожить их к земле. Это место для них. Это место для нас. Это место для других. Готово с кинесами в земле. Мы здесь есть кинеси для родителей. И это место для них. И для них есть любовь. И для них есть любовь. И для них есть любовь. И мы надеемся, что все будет общаться с ними. До свидания. До свидания. Это день великомученицы Варвары и святого преподобного Иоанна Дамаскина, который как раз жил в лавре святого Савва Священного, куда мы с вами сегодня едем. И там именно писал он и канон пасхальный, и канон на разлучение души от тела, и множество стихир. Писал вместе со своим племянником Стефаном Саваитом. 18 декабря день святого Савва Священного, а 19 день святителя Николая Чудотворца. Все эти святые очень почитаются в Палестине, и с каждым из них связаны определенные свои традиции. Так, например, на день святой великомученицы Варвары готовят специальное блюдо, которое так и называется – барбара. Напоминает чем-то колево наше с большим количеством орехов, изюма, специи, кокоса, сахара, естественно. На святого Савву все едут в пустыню для того, чтобы помолиться Савве и увидеть, как в пустыне будут зажигать свечи, что мы с вами и увидим сегодня. Ну а с Николаем Угодником связано очень много традиций, об этом, по идее, нужно делать отдельный выпуск. Но скажу, что главное – это обязательно ко дню святителя Николая в домах всех христиан уже стоят рождественские ёлки. Святого преподобного Савву Освященного знают и почитают сегодня далеко не все христиане. Однако в древние времена Савва был настоящим столпом православия. Савва жил в V-VI веке. Это был период расцвета монашества и в нашей Иудейской пустыне, и в прилегающих пустынях – Синайской, Египетской. Здесь у нас были сотни монастырей и лавр, и жили десятки тысяч монахов. И такие великие имена, как Ефимий Великий, Феодосий Великий, Блаженный Феоктист, Герасим Иорданский и другие. И вот среди них сиял, как действительно просто звезда первой величины святой преподобный Савва Освященный. Во-первых, он был архимандритом над всеми лаврами Иудейской пустыни, то есть окормлял тысячи монахов. Кроме того, святой Савва является составителем монашеского устава. Он объединил весь опыт монахов, живших в разных монастырях и лаврах нашей пустыни, свел его как бы воедино, сделав единое правило, единый устав, касавшийся и богослужебного чина, и особенностей богослужения и монастырской жизни в посты, праздники и так далее. Впоследствии этот устав был принят всеми монастырями всех прилегающих пустынь, а потом стал и основой церковного устава, по которому, собственно, живем и мы с вами. Сегодня только, конечно, в очень сильном сокращении. Также святой Савва был близким другом императора Юстиниана, правившего тогда, и благодаря своему непререкаемому духовному авторитету Савва не раз спасал церковь и императора от ересей, раскулов, от всевозможных ошибок в духовной жизни, скажем так. И, конечно же, еще при жизни Савву очень любили и почитали. Он прославился множественными чудесами также и, конечно, был настоящим отцом для всех своих монахов. Слева нам открывается потрясающе видный Иерусалим. Вот отсюда действительно видно, что Иерусалим расположен на горах. Впереди мы видим с вами монастырь святого преподобного Феодосия Великого. Феодосий был современником и духовным другом Саввы Священного. Феодосий был как раз-таки архимандритом над всеми общежительными монастырями пустыни, так что вместе со святым Саввой они, собственно, и окормляли всех наших монахов в то время. От монастыря Феодосия Великого мы обычно пересаживались с паломниками на маршрутки, которые брали нас до Лавры, поскольку дорога, и скоро вы это увидите, там довольно крутая и узкая. И, конечно же, большой автобус там проехать не может. Но мы сегодня на легковой машине, так что нам это все запросто. Пока мы едем, у нас еще есть немножко времени в пути. Мне хочется дать вам полюбоваться видами и расскажу вам немножко о Святом Савве. Святой Савва Священный родился в Каппадокии. Кстати, у нас на Топосе лежит замечательная экскурсия Клары Хидыровой «Священная Каппадокия». Если вы хотите почувствовать дух вот этих древних христиан, которые там жили, увидеть храмы, в которых они молились, обязательно посмотрите. Вот оттуда и был, собственно, родом Святой Савва. Жили они в маленькой деревеньке, которая называлась Муталаска. И когда Савва был еще маленьким, его родители были отправлены императором в длительную командировку. Отец находился на воинской службе при императоре. Командировку в Александрию. Пятилетнего Савву решили не брать с собой, взяли с собой только старших детей. А Савву оставили на попечение дяди. И вот Святой Савва убегает в монастырь. Монастырь был прямо у них там, в деревне. И Святой Савва в 7 лет становится там послушником. Вскоре приезжают родители, узнают об этом. И, конечно, как люди верующие, видя в этом волю Божию, не противятся его желанию. В 11 лет Савва примет постриг, а в 19 лет приедет к нам на Святую Землю, для того, чтобы поклониться гробу Господню и с тайным желанием стать учеником святого Ефимия Великого. Однако Святой Ефимий Савву не принял, сказав, что ты слишком молод, поживи пока у блаженного Феоктиста. И вот Савва живет в общежительном монастыре до 34 лет. В один год умирают и Ефимий, и Феоктист. И Савва, видя, что он остался один, понимает, что пора ему уже самому выходить на серьезный подвиг. Значит, уже он созрел для этого. И Савва идет в пустыню. В этой пустыне он поселится в пещере, которую укажет ему сам Господь. И об этой пещере и о том, как это произошло, мы еще поговорим, когда приедем в Лавру. И вокруг него соберутся ученики, и образуется огромный монастырь. При жизни святого Саввы в его лавре жило до пяти тысяч монахов. Кроме Великой Лавры, Савва основал еще несколько монастырей у нас в Иудейской пустыне. Что интересно, деревня, через которую мы едем с вами, тоже имеет отношение к святому Савве. Называется эта деревня Абедия. История ее такова. 50 семей из Константинополя впали в немилость императора Юстиниана. Мы не знаем причины. Возможно, они задолжали какие-то большие деньги в государственную казну. И вот обречены они были императором на ссылку и каторгу. И написали они письмо святому Савве. Зная, что он славится как скорый помощник и заступник, они обратились к нему с просьбой «защити нас». И вот Савва, когда в очередной раз пришел к императору Юстиниану по каким-то церковным делам, попросил и сказал «отдай этих людей мне». Император сказал «забирай». И Савва привез их сюда, в Палестину. Вот здесь они поселились. Теперь здесь огромная деревня. Они, конечно же, помогали строить Лавру. Впоследствии они даже потомки их уже охраняли Лавру. И до сих пор некоторые жители этой деревни работают сторожами в Лавре Святого Саввы. Ну а в былые времена, когда нападали враги, то все просто поднимались на защиту монастыря. На сегодняшний день, конечно же, все жители этой деревни мусульмане. Все они почитают Святого Савву. И если случается какая болезнь или какое несчастье, они едут в Лавру и молятся там Святому Савве. Также у них есть такой обычай. Если ребеночек до трех лет не разговаривает, то родители берут его к вратам Лавры Святого Саввы. Внутрь мусульман не пускают, но у ворот помолиться они могут и просят вынести ему благословленный хлеб. Монахи выносят хлеб, родители с верой молятся Святому Савве, дают владенчику покушать этого хлеба. И в скором времени уста ребенка открывается, он начинает нормально чисто говорить. Вот такое чудо, о котором свидетельствуют нам жители вот этой деревни Абедия, через которую мы с вами и едем. Деревня Абедия находится на востоке от Вифлеема. То есть сперва идет Бейт Сахур и потом Абедия, а потом уже все. Иудейская пустыня, вот мы с вами уже ее видим. И сейчас еще несколько минут мы с вами уже окажемся в пустыне, я вам о ней расскажу. Наконец-то мы расстались с трактором. А вообще ехать от Вифлеема до Лавры Святого Савва где-то примерно 30-35 минут. И вот она уже перед нами, Иудейская пустыня. В самом сердце ее находится Лавра Святого Савва. Сейчас мы будем ехать с вами только вот по этому совершенно, как некоторые говорят, лунному пейзажу. Иудейская пустыня лежит на восток от Иерусалима на спуске к Иорданской долине, к реке Иордан. И пустыня – это действительно свой микроклимат, своя природа совершенно, как вы видите. Это вообще-то с точки зрения геологии, конечно, сирийская степь, каменистая. Здесь очень жарко летом, на 10 градусов больше всегда, чем в Иерусалиме, то есть в районе 40. Зимой тоже теплее градусов на 7-8, чем в Иерусалиме. Вон там внизу, слева впереди, это Мертвое море, а за ним уже горы Иордании, Аравийские горы. Сейчас пустыня цветет, вы видите повсюду зелень, скоро появятся и цветочки. Это тоже такое чудо зимнее у нас, потому что летом здесь ни капельки дождя, ни травинки. Даже зимой здесь дождей выпадает гораздо-гораздо меньше, чем в Иерусалиме, например. И поэтому в пустыне, в принципе, живут бедуины только, кочевники. И вот в древности жили здесь монахи. Они специально уходили подальше, уходили вот в эти камни, в эти скалы. Здесь множество природных пещер, так что им было очень удобно найти себе место для жизни и спасаться. Вот опять впереди Мертвое море, очень красивый вид. Вот начинаются те повороты, когда молились в автобусе даже самые бывалые путешественники. Серпантин. По этой дороге хочется ехать вечно. Пустыня буквально забирает тебя, затягивает тебя, уводит тебя из повседневной жизни. Вот любой человек, который бывал здесь, скажет, что это забыть невозможно. Каждое посещение пустыни верующими людьми, неверующими людьми оставляет след в душе. Ощущение, что ты находился в интенсивном диалоге с Богом, с самим собой, с окружающим миром. Здесь приходят в голову мысли, которые раньше, может быть, не приходили. Изменяется как-то твое внутреннее я. И надолго, надолго вот это впечатление, последствия этой поездки остается глубоко в душе. Ну вот мы с вами и прибыли. На смотровой площадке очень много народу. Мы сейчас туда обязательно тоже пройдем. Приятно видеть, как наши верующие иерусалимцы приехали поклониться, помолиться святому Савве. Вот и я сегодня делегирована от своей семьи поклониться угоднику, помолиться и за вас, и за моих. И, конечно же, вам все-все показать. Вот там находится смотровая площадка, к которой мы с вами идем. Справа от нее женская башня. Она была построена еще при жизни святого Саввы. Для женщин это были сестры, родственницы монахов-саваитов. Они приезжали повидаться со своими, получить духовный совет. А поскольку в лавру святого Саввы женщин не пускают, это древний устав, и соблюдается он до сих пор, то останавливались они вот в этой башне. Сейчас там тоже оборудовано несколько комнаток, как такой маленький отель, но обычно паломницы там не останавливаются. А вот и кони. Дело в том, что сегодня здесь не только наши православные арабы, православные иерусалимцы очень любят приезжать на этот день в лавру святого Саввы израильтяне. В этом году беспрецедентное количество израильтян здесь около пяти тысяч. Уже на сегодняшний, на данный момент ночи будет и больше. И вот некоторые приехали на конях, как такая вот конная спортивная прогулка. Ну, а мы с вами идем к смотровой площадке. Слышу иврит, наши израильтяне, поскольку некуда ехать сейчас за границу, многие стали активно путешествовать по стране и добираться в такие места, куда обычно они и не подумали бы поехать. Вот такое необычное довольно зрелище. А вот, мои дорогие, и сама лавра святого Саввы Священного. Великая лавра. Вы видите по стенам ущелья огромное количество кельей. Вот в этих кельях и жили монахи во времена святого Саввы. Сейчас мы с вами пройдем и посмотрим келью самого Саввы. Мы с вами находимся над Кедронским ущельем. В этом ущелье и стоит сама лавра. Ущелье это начинается на западе у стен старого города Иерусалима и идет вот туда, на восток, до самого Мертвого моря. Видите, сколько келей, сколько пещер по стенам ущелья. Вот там-то и жили монахи лавры святого Саввы. Нужно объяснить, что лавра, это монастырь был уже для опытных монахов, для тех, кто уже пожил какое-то время в общежительном монастыре, научился терпеть своих близких, любить, смиряться, трудиться, вместе с братьями общаться. Вот тот уже мог уйти в монастырь более строгий, в лавру. В лаврах монахи жили так. Целую неделю каждый находился в своей келье и не выходил из нее. Во всех практически лаврах был очень строгий устав не ходить по кельям. Само же слово лавра, собственно, означает улицы или город, монашеский город. По воскресеньям же монахи собирались в храме, вместе причащались, вкушали трапезу, слушали наставления от игумена, получали кувшин воды, мешочек фиников, наставления и, конечно же, пальмовые ветви, из которых они прилили корзину. Монахи обязательно трудились. И вот так всю неделю они подвязались в тишине, в молитве, в полном одиночестве и в труде. Кто как молился, у кого какое было правило заведено, как было завещано ему его старцем до того, как Святой Савва единый устав для всех учредил, это было именно так. И вот только по воскресеньям они встречались. В лаврах был очень строгий устав в смысле приятия пищи. Часто монахи принимали пищу только один раз в день после шестого часа. Вот это и вошло в практику в лавре Святого Саввы. До сих пор здесь вкушают пищу один раз в день после шестого часа по церковному, то есть после двенадцати дня по нашему. В самой лавре Святого Саввы живет сегодня 18 человек из разных стран мира. Главный храм, вот он перед вами, это собор Благовещения, построенный в шестом веке еще при жизни Святого Саввы. А началось все вот с этой пещеры, в которой поселился один-единственный человек, Святой Преподобный Савва. Посмотрите, видите, дорожка такая идет, на самом деле там лесенки, и упирается в дверку. А над дверкой вход в пещеру, он завален камнем, на нем изображен крест и две буквы А, С, Агиус Савва. Вот в этой пещере поселился Святой Савва. Было это так, он молился и долго ходил по пустыне, искал место, где бы ему остановиться для подвига. И вот когда он молился на одном из этих холмов, ему явился ангел и сказал, посмотри на ту сторону потока, ты видишь ту пещеру? Если ты хочешь, чтобы это ущелье населилось как город, войди в ту пещеру и никуда из нее не выходи. И вот Преподобный, взяв с собой небольшое количество пищи, вошел туда, и это тайна для нас. Как он молился, как он жил там, он очень строго подвязался, и в скором времени вокруг него начинают собираться ученики. И постепенно они селятся вот в этих кельях пещерных, и постепенно образуется лавра. Для лавры, естественно, нужен был храм. И вот однажды ночью Преподобный Савва увидел свет. Он молился в своей пещерной келье и увидел яркий свет на этой стороне ущелья. Когда он наутро пошел посмотреть, что там, он увидел там все приготовленное для храма. То есть пещера была полностью как будто невидимой рукой оборудована под храм. То есть там был и жертвенник, и престол, и место, где братья могли бы стоять. И вот там и был устроен первый храм. Но постепенно количество монахов росло, и был построен Благовещенский собор. Вот он прямо перед вами. Собор Благовещения Пресвятой Богородицы, построенный в VI веке при Савве Священном. Там и находятся мощи Святого Саввы. Лавра Святого Саввы – это один из самых строгих монастырей в мире. Здесь нет электричества, нет интернета в монастыре. Практически весь день и вся ночь заняты богослужениями. Молитва – это главное послушание братья здесь. Мощи Святого Саввы абсолютно нетленные. То есть с VI века и по сей день он лежит как живой. Приложиться, однако, к мощам могут только мужчины. Женщин в лавру не пускают. И вот около этих ворот обычно собираются все паломницы, и нам выносят ковчежец с частицами мощей преподобного Саввы, Иоанна Дамаскина, Данила Столпник и других святых, которые связаны с этим монастырем. Также здесь мы читаем обычно Акафис Святому Савве. Монахи выносят водичку от источника Святого Саввы, чудотворную финиковую пальму, которая помогает в бесплодии. Сейчас же здесь необычно тихо. К сожалению, ковчежец с мощами сейчас не выносят, потому что нет паломниц. Но мы с вами дождемся темноты обязательно и увидим чудо. Увидим, как во всех пещерах окрестных зажигают свечи. Видите вереницу машин? Народу становится все больше и больше. И это уже не православные арабы. Православные давно уже в лавре и готовятся к службе. Это израильтяне. По вероисповеданию они иудеи. Но многие, конечно, просто светские люди. И есть среди них такие, которые каждый год приезжают в этот день смотреть на зажигание свечей. Они-то и распространили в соцсетях информацию о том, что вот такое чудо происходит у нас. И для того, чтобы увидеть какой-то иностранный, удивительный религиозный обычай, совершенно необязательно лететь на Крисмас, на Рождество в Европу или еще куда-либо. Сижу со всеми израильтянами. Жду, когда стемнеет, и мы сможем увидеть свечи. Помню, как в прошлом году отец Ефрем попросил меня заранее, уже где-то начиная с ноября, собирать денежки у паломников и покупать в нашем супермаркете свечи для святого Сава. Дело в том, что обычную свечку ты в пещере не поставишь. Она, естественно, очень быстро погаснет, сгорит. Поэтому они покупают свечи, которые евреи используют для поминания усопших. Это такая стеклянная вертикальная баночка, в которой налит парафин, и такая свечка может гореть до 30 дней. И вот эти свечи я на денежки паломников покупала и тащила, они тяжелые, сюда в монастырь. Ну, естественно, тащила, имеется в виду от дома до водителя, и потом тут, собственно, уже до ворот. И вот мы так с Саидом, получается, немножко тоже помогали, с паломниками, с нашими дорогими. Так что, если кто-то смотрит из тех, кто тогда жертвовал на свечи, на лавру святого Сава, то вот сейчас вот такие же точно свечи и зажигают. Ну, у монастыря сейчас, конечно, положение непростое, жертвователей теперь мало. Но есть кто помогает из Греции не понемножку, из Канады. Отец Ефрем мне сказал сегодня, нам много не нужно. Поэтому, слава Богу, будет живо-здорово. Вот сейчас, не знаю, видно вам или нет, человек в черном, видите, зажег свечи на уступочке около древней кельи пещерной. Вот так вот православные арабы помогают нашим монахам саваитам и выходят на тропу, обходят все кельи, все места, куда можно добраться по ущелью, и везде-везде зажигают свечи. Хотя и становится все больше народу, но царит мир и согласие между всеми. Кто-то предлагает всем свой кофе, кто-то беспокоится, что закрыл кому-то вид и старается отойти и не мешать. Меня эта доброжелательная атмосфера совершенно поразила, потому что, к сожалению, не всегда наш народ отличается доброжелательностью и вежливостью. Здесь же, видимо, всем передается вот это торжественное, священное ощущение от этой ночи, ночи молитвы. Ночь наступает у нас быстро, и вот буквально через 10 минут уже вот так мы видим пустыню. Уже видны мерцания свечей, детки бурно на иврите обсуждают, выкрикивают друг другу, кто где увидел свечи, пытаются, конечно, люди фотографировать, снимать это все. Но такое доброе оживление царит, да, то есть такая атмосфера очень мирная и приятная. И вот еще чуть-чуть мы с вами подождем и увидим настоящее чудо. Вот уже ночь опускается на пустыню, и мы видим с вами свечи. Как будто бы это подвижники, когда-то здесь жившие, опять пришли в свои кельи и молятся. Удивительная ночь, святая ночь, ночь особой молитвы преподобному Сави. 5.30 вечера, почти полная темнота и ощущение, дорогие мои, что ты летишь. Вот летит и душа в молитве, и физически ты перестаешь чувствовать свое тело. Вот эти мерцающие огни, простор пустыни, несмотря на такой вот легкий гул толпы, все равно вот эта тишина и полное ощущение, что ты летишь. А вот эти огоньки, это как подвижники, подвижники, которые незримо до сих пор молятся в этой пустыне, молятся за нас. Здесь каждая пещера, каждый камень освящен молитвой. Эти холмы помнят преподобного Саву, помнят его молитвы, его чудеса. Сава еще при жизни часто очень помогал местному населению. Например, вот на одном из этих холмов поселились бесы, и пастухи боялись даже овечек туда водить, потому что ни одна овечка живой оттуда не возвращалась, сразу погибали. Сава пробыл на этой горе три дня и три ночи, молился, и бесы оттуда ушли. Сколько раз дождь шел по его молитве, сколько раз болезни тяжелые, муровые язвы всякие прекращались. Преподобный очи Сава, помолись о нас, да? И сегодня обратимся к нему с молитвой, чтобы он и в наши трудные времена помог нам сейчас. Уже совсем темно, нам пора возвращаться в Иерусалим, мои дорогие. Всего вам самого хорошего, молитвами преподобного Савы. Оставайтесь живыми, здоровыми и с Господом. Савы. Продолжение следует...